Привет всем! Сегодня мы продолжаем разговор о самоубийствах в японском буддизме. В первой части мы уже рассмотрели канон и выяснили, что в буддизме к самоубийству не очень хорошее отношение. Но, тем не менее, в каноне описаны случаи самоубийств, которые не осуждаются. А в случае принца Сатвы и Будхисатвы Сарасатваприя Даршаны, имечка, совершившего самопожертвование, они подаются как какие-то такие даже выдающиеся деяния. Тут стоит учитывать, что два последних самоубийства являются самопожертвованиями. И хотя в истории японского буддизма есть случаи попыток воспроизвести эти самопожертвования, я очень сомневаюсь в том, что их можно как-то связать с обычными бытовыми самоубийствами. Кроме того, в большинстве случаев самоубийств практиков нам очень мало известно об их мотивации. То есть был ли здесь только религиозный фанатизм или их толкнуло на этот шаг что-то еще? Мы просто не знаем. И в этой лекции я хотела бы разобрать два случая самоубийства, о которых мы, во-первых, знаем достаточно много, и, во-вторых, они довольно интересны с точки зрения того, как к ним отнеслись современники. Первая история взята мной из Хонэн Чонин Гёджоэдзу, одной из официальных биографий Хонэна, основателя школы Дёдущего. Речь здесь идет об ученике Хонэна Сабуро Томэмори, самурая и вассала клана Минамото. Томэмори с 18 лет участвовал во множестве битв со своим господином Йоритому, и однажды, когда он посещал Киото, он пришел навестить Хонэна, с которым, по всей видимости, до этого не был знаком, но слышал о его святости, мудрости, понятное дело, о Хонэне тогда мало кто не слышал, и вот он пришел к нему и признался во множестве страшных вещей, которые он совершал на поле битвы. Хонэн научил его читать Нэмбуцу, и Томэмори стал истовым практиком Нэмбуцу, и, по всей видимости, большим поклонником Хонэна. И Хонэн его явно выделял, так мы увидим из дальнейших событий. Спустя какое-то время Томэмори решил уйти в монахи, но Сёгун не дал ему на это разрешение. Томэмори, тем не менее, попросил Хонэна дать ему прибежище, монашеское имя и монашеское деяние, Кеса, чтобы он мог стать монахом, формально оставаясь в миру. Хонэн был очень растроган его решением, прислал ему монашеское деяние, дал ему монашеское имя, Сонган. И впоследствии они поддерживали переписку. Когда Сонган попросил учителя прислать ему чётки, которые сам учитель использовал при чтении Нэмбуцу, Хонэн и это желание удовлетворил, написав, что у них с Сонганом явно была кармическая связь в прошлой жизни. А такими словами буддистские учителя на самом деле не бросаются. Просто так. И вот после смерти Сёгуна Сонган наконец-то получил разрешение официально уйти в монахи. Что интересно, прах Сёгуна его мать послала в храм Сонганом, чтобы тот мог молиться за своего господина. То есть всё-таки то, что он был монахом, скорее всего, не было такой уж тайны. После смерти Хонэна Сонгану всё сложнее было существовать в этом мире. Он раз за разом перечитывал письма Хонэна. Он умолял того прийти за ним, забрать его в чистую землю, но никакого ответа он не получал. Наконец, в августе 1242 года он позвал других учеников Хонэна и попросил их читать Нэмбуцу в течение трёх недель. В последний день службы, в полночь, он совершил сэппуку. Перед этим он сказал своим товарищам, что тоскует по Сёгуну и Хонэну, не видит больше смысла жить в этом испорченном мире и мечтает поскорее уйти в чистую землю. И вот смотрите, Будда Шакьямуни вошёл в Нирвану 80 лет. Хонэн переродился в чистой земле на 80-м году жизни. Самому Сонгану тоже 80 лет. Хонган, основная клятва Амида, является его 18-й клятвой в Мурё-Джю-Кё. И сегодня как раз тот день, то есть 18-й день месяца. Если он, Сонган, сможет войти в чистую землю в этот день, в свои 80 лет. Это будет просто прекрасно. Его товарищи, они, понятное дело, не знали о том, что он задумал сэппуку. Они с ним согласились, думая, что он просто предаётся досужим мечтаниям. Но он не умер ни в тот день, ни на следующий. Я не буду вас утомлять неаппетитными подробностями. Скажу только, что сэппуку не удалось. И бедняга Сонган, по крайней мере по версии данной биографии, пытался себя убить ещё в течение 57 дней, умоляя Хонэну прийти к нему и забрать его уже, наконец, в чистую землю. В конце концов Хонэн явился к нему во сне и пообещал забрать через два дня. Сонган переоделся в своё монашеское одеяние, взял учётки учителя и читал Нембутсу до самой своей смерти, которая действительно таки пришла к нему спустя два дня. Эта история сама по себе, конечно, весьма интересна, но не менее интересен комментарий биографа, который объясняет, что он записал это удивительное событие, но ни в коем случае не призывает никого следовать примеру Сонгана. Да, пишет биограф, Сонган переродился в чистой земле, в этом нет никакого сомнения, но он был воистину невероятным человеком. А мы все, современные последователи, так уже не можем. Ещё Кобо, это другой известный практик Нембутсу, предупреждал современников ни в коем случае не совершать самоубийство для того, чтобы переродиться в чистой земле. Ни методом сэпоку, ни самосожжения, ни утоплением, ни уморив себя голодом, никак. То есть ему Сонган может и можно, а вам нельзя. Что мы вообще можем понять из этой истории? Во-первых, хотя это нигде напрямую не указано, понятное дело, скорее всего Сонган страдал посттравматическим синдромом. Об этом говорит его желание встретиться с известным монахом и признаться ему в своих преступлениях на поле битвы. Я напоминаю, что действие происходит в то время, когда убивать на поле битвы для самурая – это не просто было нормальным, это было достойным деянием. И вот это раскаяние Сонгана, его желание уйти в монахии – это неформальное. Это, по всей видимости, результат его тяжелых переживаний и психологических мучений. Можно предположить, что если бы не Хонан, Сонган покончил бы с собой значительно раньше. Ну, или, по крайней мере, довел бы себя до смерти путем саморазрушения. После смерти Хонана Сонган достаточно долго продержался, целых 30 лет. Но с возрастом, скорее всего, добавилось проблем со здоровьем, обязанности в храме, наоборот, поубавилось, выдерживать марафоны чтения Нембутсу стало сложнее, и психологические проблемы возвратились. Что и привело его к самоубийству. Интересно, что в источнике дается дополнительный обосной для его поступка, и он связан с цифрой 8. И не совсем ясно, придумал ли он его сам, или его позднее добавили для красоты. Но это, опять же, подчеркивает, что решение было непростым и основывалось не только на желании прекратить свои мучения. Биограф однозначно утверждает, что Сонган достиг чистой земли. И было бы крайне жестоко утверждать обратное. Все-таки Сонган явно достойный человек, претерпел столько мучений на своем пути. Но биографу явно приходится ходить по край. Так, чтобы и не осудить Сонгана, и таким образом не допустить сомнений в том, что он все-таки отмучился, но в то же самое время не породить волну подражателя. Во втором случае, о котором я хочу поговорить, речь идет о массовом самоубийстве. Эта история произошла в 1289 году и напрямую связана с основанием другой школы чистой земли – Десю. Основатель Десю Иппен на самом деле вовсе не собирался основывать целую школу. Он был всего лишь одним из нембутсо-хиджири, странствующих практиков нембутсо. Иппен считал, что для того, чтобы переродиться в чистой земле Амиды, даже не нужно верить в Амиду. Достаточно просто постоянно читать нембутсо, каждую секунду своего существования посвящать нембутсо. Его последователи отказывались от всего, что имели, уходили из дома без каких-либо пожитков и присоединялись к его группе странствующих монахов и монахинь. Члены группы читали нембутсо действительно постоянно, день и ночь, посменно. К тому же они жили впроголодь и очень мало спали. Однажды во время пребывания Иппена и его группы на Щекоку он заболел. Но не останавливаясь, не прекращая ни на мгновение своей практики, Иппен направился в провинцию Хиога. Там ему стало хуже, и он вскоре умер. Но перед своей смертью он успел сжечь практически все свои записи, а также все сутры, которые у него были с собой. Также он не назначил преемника и не дал никаких указаний своим ученикам перед своей смертью. Сбитые с толку, измученные, истощенные, ученики не могли продолжать свою практику без руководства учителя. Группа развалилась. Семеро утопились, решив последовать за учителем в чистую землю. А другая группа, возглавляемая самым близким учеником Хонена, Синькё, отправилась на город Анзё, где они собирались уморить себя голодом, читая Нэмбутсу. К счастью, местный даймё, бывший большим почитателем Иппена, узнал об их этом намерении, догнал и убедил отказаться от своих суицидальных намерений. И именно Синькё впоследствии и продолжил традицию Иппена и заложил фундамент новой школы. В рисованной биографии Иппена, Иппен Хиджере, упоминаются его слова о том, что после его смерти наверняка найдутся ученики, которые решат последовать за учителем, то есть совершить самоубийство. Иппен не осуждал их, но предупреждал, что если они не отказались от своих привязанностей, они не переродятся в чистой земле. Соответственно, самоубийство не является лучшим выходом в такой ситуации. Но тут стоит понимать, что нет никаких доказательств того, что это действительно были слова Иппена. Даже, скорее всего, они были ему приписаны для того, чтобы, опять же, выйти из сложного положения не осудить несчастных учеников, но и не выставить их примером для верующих. Тем более, что автор Иппен Хиджерея близкий ученик Иппена и, скорее всего, товарищ самоубийца. В то же самое время руководство Диссю спустя примерно век после вышезначенных событий осудило поступок утопившихся учеников, заявив, что в чистой земле они не переродились. И здесь мы, скорее всего, имеем дело с массовым психозом, вызванным глубоким потрясением на вожившемся на и без того измученное состояние учеников Иппена. Понятное дело, среди современников этих самоубийц находились люди, которых впечатлял этот поступок. Но даже спустя всего несколько лет после данных событий, когда была написана Иппен Хиджерея, ее автор, сам ученик Иппена, который, возможно, присутствовал при данных событиях, не спешил записывать своих погибших товарищей в образцы для подражания. А руководство школы заняло еще более жесткую позицию, осудив их действия. И сейчас на официальном веб-сайте Джи Сю вы не найдете о них ни единого упоминания. Конечно, это далеко не единственные случаи самоубийства монахов и простых верующих в Японии. И даже не единственные, в которых всплывает тема вхождения в нирвану, перерождения в чистой земле и так далее. И практически во всех случаях реакции на это, монашество, общество, неважно, были сложными. Но однозначно в одобрение мне не попадалось. Как я уже говорила в предыдущей части, буддизм концентрируется на последствиях, а не на самих поступках. То есть, применительно к самоубийствам главный вопрос, мешают ли они данному конкретному человеку достичь нирвана. Или нет. И считается, что да, как правило, мешают. Самоубийства считаются симптомом страдания, именно симптомом. Разочарование в этом мире. Следствием ложного поиска более приемлемого места для жизни. А если человек страдает и мечтает о лучшей доле, он, увы, очень далек от просветления. Тем не менее, существует представление, что человек может совершить самоубийство в другом состоянии ума. В спокойном и целеустремленном. То есть, избавиться от собственного бренного тела так, как снимают одежду. Но такое состояние доступно только архатам и бодхисатам. Получается, что самоубийца теоретически может достичь нирваны или чистой земли, но только в том случае, если он совершит самоубийство по причинам, никак не связанным с его эго. А в приведенных случаях такой причины не было. Поэтому комментаторам, как мы видим, пришлось балансировать на грани, пытаясь наполнить смыслом эти поступки, не оправдывая их напрямую. И если в случае Сонгана комментатор был уверен в том, что тот достиг чистой земли, то все, что получили ученики Иппана, это слабую надежду на благополучный исход. Спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что эта лекция, вернее, даже две лекции с предыдущей, позволит вам лучше понять отношение буддизма к самоубийству. Я буду очень рада, если вы будете комментировать, дискутировать, задавать вопросы. Мы на все ответим, все непременно заметим. Также в продвижении нашего канала нам очень помогут лайки, репосты, потому что у нас очень много задумок, очень много тем, и мы действительно, действительно хотим донести до как можно более широкой аудитории наше знание. Так что комментируйте, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok